Дорогие друзья, сегодня 26 июня 2021 года. Сегодня мы рассмотрим наших интересных, удивительных, маленьких жителей города Киева, ночных обитателей Киева, которые прилетают на свет лампы. Здесь выбраны, прежде всего, самые маленькие обитатели, потому что большие, нам не столь интересно. А вот мелюзгу, ее интересно посмотреть, потому что она обычно настолько маленькая, что никто на нее не обращает внимания. Если внимательно присмотреться под зумом нашего видеомикроскопа, мы можем обнаружить много разных интересных насекомых, которые могут прилетать на свет лампы, привлеченные искусственным светом. Некоторые, к сожалению, погибают в заточении здесь, но большинство здесь живые и активные, и шустренько бегают. Здесь некоторые, самые маленькие, достигают всего лишь одного миллиметра. Вот здесь даже погибшие жуки. Ну вот тот, который крупненький пробежал, вот побольше, где-то миллиметра четыре, наверное. Это жук семейства Быстрянки, антициды. Это сейчас потихонечку будем приближать и посмотрим вот тут Быстрянки с спинкой, с горбиком. Вот здесь пацан, вот он еще опять побегает. Сейчас будем двигаться и по ходу дела посмотрим тех, кто будет попадаться. Вот здесь самый характерный, крупненький, самый крупный, наверное, экземпляр сегодня, прилетевший на свет. Это жук семейства Горбатки. Морделлиды по-латыни. Действительно, горбаточка такая, сгорбленная. Интересный жук, активно летает, обитает внутри различных стеблей растений. А рядышком маленькая, маленький жук, водолюбчик, перевернулся на спинку. Рядом с ним жук Корабида Жужжилица. Вот здесь с правой стороны рядышком притаился жук, который все-таки похож на усача. Я не уверен, может быть, это совсем какое-то другое семейство. Просто очень длинные усики. Я бы даже не сказал, я не специалист полностью по всем семействам жуков, которых очень и очень даже много. Ну, потом еще уточним, что же это за такое интересное семейство. С такими же длинными усами. Ну, похоже, все-таки носа. Вот это жук Жужжилица в украинский турун. Блестяночка антицида. Самая крохотная длинненькая, это стафилинида. Семейство стафилинида. Плоский экземпляр, это тоже из гидрофилит. Или из маленьких детисцит. Из водолюбчиков. А маленький жучок, который впереди подбирается. Провоохотный жук. Из пластинчатых усых, из навозничков. А это жук Жужжилица. Один из здесь крупных представителей. Аж размером 5 мм. Маленькие стафилинчики поднимают брюхо кверху. На них невозмутимо взирает жук Жужжилица. Опасный хищник, который, если так будет себя сидеть, может поесть мелких представителей, более слабеньких, маленьких жучков. У которых нету таких мощных челюстей, как у жука Жужжилица. Даже того же водолюбчика или гидрофилита. Вот водолюбчик с правой стороны. А на спинке лежит маленький гидрофилит. Вот тут у нас еще рядышком. Это жук Эгетероцеридос. Переворачивает ножками, двигает по центру, похожий обитатель тины около водных мест. Вот он имеет ножки с шипиками Эгетероцеридос. Семейство лапки с шипиками. Маленькая очень бабочка. Молька с правой стороны, крохотная, буквально всего лишь 1 мм. А вот сверху, на спинке лежит, перебирает лапки ТГТОРАЦЕРИДО. Есть также много латрадииды, крохотных жуков. Семейство латрадиидов. Вот, например, это байстрянки. Байстрянки, самые крупные, которые здесь остались. Их больше всего какой-то лёд мощный, байстрянок. Это цикадка. Вот жук ЖУЖУЖЛИЦА. Рядом с ним точечи канабиида. Камарики. Мушка. Это тоже карабида. ЖУЖУЖЛИЦА. Некоторые крохотные, самых крохотных, их нужно, конечно, смотреть под бинокуляром. Потому что здесь зум наш, вот это вот, антицидает. Быстрее, она, как видно, где горбик на спине. А, а вот тут вот маленький, интересный. Вот, теперь в профиль. Вот видите, плоскотелочка. Истыль фединоидового комплекса. С плоским телом. Или лятридиида. Может быть, другое какое-то семейство. Вот я, с правой стороны. Здесь эстафелин и жук. Водолюбчик. Это с левой стороны водолюбчик. Маленькая жук. Маленькая листобложка. Где пошли клопики. Зелёненький и коричневого цвета. Это семейство миорида. Растительно-ядный. Но тут ещё был хищный клоп. Хищнец. Вот он. У него более длинный хоботок. Вот-вот-вот. Он протирает себе хоботок. И в усики протирает. Клопик хищнец. Хищный, охочающийся на других насекомых. Продвигают маленькие. Манабииды. Это чильщики. А это всё-таки лотергииды. С левой стороны крохотные такое. Или криптофагиды крохотные. Идём дальше. Манабииды крохотные. Стофиленчик. С левой стороны ожог. Плаву-плаву-нец. Детициды маленькие, крохотные. Размером не больше двух миллиметров. Два-два с половиной миллиметра. На спинке лежит водолёбчик. Водрофилили мы их уже видели. Здесь вот интересный ещё. Бинокуляр надо посмотреть. Какой-то интересный комарик. Вместе с стофилинчиком. Маленькая здесь сейчас. Вот листобложка. Чё время распрыгнула. И жук водолёбчик. Гидрофилида. Листобложка активно прыгнула. Вот ещё водолёбчик. Недалеко в пределах километра есть водоём. Киевский старец с Киевского моря. Потому что есть откуда прилетать водолёбчика. Перебирает ножками. Это как раз крохотное. Гетероцелиды семейства. Тиненький. Это перебирает ножками. Это чельщик. О! Какой-то криптофаид маленький пробежал. Комарик. Комарик. Вот какой красивый. Комарик долгоножный. А рядом с ним как раз листоедик. Листоедик. И сейчас маленький водолёбчик. Вот он водолёбчик. Гидрофилии, да? Ой, как интересно. Активно он двигается. Пытается залететь. Вот он. Мордельи, да? Горбаточка. Рядушка с быстрянками. Клопик чесниц. Мордельи, да? Мордельи, да? Горбатка. И ожог. Жужжулица. А тут стены из пластинчатого высушения. Из навозничков маленьких, крохотных. И кто-то из криптофаид. С левой стороны клопик по центру мерида. Ожог жужжулица. Рядом, рядом, рядом. Это маленький кожеведик. Тоже прилетает на свет и на запах. Водолёбчик. Перевернулся на спинку. Вот этот вот крупный. На усачь, или на другое какое-то семейство. Кто знает точно семейство. Может подсказать. О, какие у него интересные. Щубики. Щубики очень длинные. На голове. Интересные, заметные. Побежал, побежал, находится. Это вот муха. Конрозационная по центру. Жук. Водолёбчик. Гидрофилида. Маленькая олька. Вместе с цикадкой. Комарик. Опять молька. Здесь крохотная бетроцерида. Водолёбчик. Канабеида. Клопик. Растительный ядный. Маленький стафилин. Его пихает. Чтобы сдвинуть с места. И вот с правой стороны очень крохотная молька. Миллиметр размером. Я её уже показывал. Это как раз хищный клоп. Хищенец. Вместе с комариком. Зелёненькая листовая ложка. Растительная ядная. Это тоже листовая ложка. Кальтицина. Из хризомиолет. Из листоедов. Быстропрыгающая. Это стафилинчик. Очень длинная. Быстрянки. Горбатенькие. Это крохотная лотарьдиида. Похоже. Коричневого цвета. Вот такие вот. Самые разные интересные насекомые. Сегодня попались у нас на свет. Бегают в нашей ловушечке. У каждого своя повадка. Своё образ жизни. Своё место обитания. Своё строение. И мы видим здесь. Такое разнообразие. Животного мира. Который. Можно увидеть. В искусственных условиях. Приманив. Этих. И клопиков. И водолюбчиков. И жуков жужелец. И вот даже маленьких ручейников. На свет. Разных. Пластинчатых усы и ухов. По центру бежит клопик. Хищниц. И узнать их строение. Вот такой у нас сегодня коротенький обзор. Насекомых попавшихся в ловушку световую. Будем заканчивать. Видим. Обзор. Идем по центру. Хищную блестяночку. Какую-то мушку она подгрызает. Маленького водолюбчика. Быстроянка проходит. Побегает. Следующая быстроянка. Которую здесь больше всего. С горбиком на спинке. Вы не забывайте ставить лайки. Замечайте таких жуков. Видели ли их или нет. Вон видите какой маленький навозничек по центру. Самый черный. Самый длинный. Как колбаска. Дотраивается до листа обложки. И усачек с правой стороны. А если это усачек. Может быть это другое семейство. Похоже на них. Один из лавончик. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. И заходите на нашу страничку в Patreon. Чтобы становиться спонсорами нашего канала. Когда-то вас видеть на моем канале. Подписывайтесь. Пишите комментарии ваши интересные впечатления и мнения. Очень интересные наши комментарии. Я отвечаю. Подписывайтесь. Заходите на страницу в Patreon. Становитесь спонсорами. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Продолжение. Ловушка. Начинаю. Скоро будет еще одна. Если у вас появятся вопросы. Даже вы по делу по защите растений можете. Не только на кухне, а в доме. Посылайте ваши вопросы на электронную почту. Предварительно посмотрев. Конечно же видео на моем канале. Вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно и интересно. А если захотите выразить свой донейшн. Донейшн. Донейшн называется. Орг-взнос в поддержку канала. Сейчас это считается нормально. Сейчас это нормально. Можете поставить пару гривен на вот эту страничку в Патреоне. Со своей карточки, которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине. Даже не доставая никаких доляров из кармана. Не обменивая. Сразу со своей карты. Какой-либо из своей стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через Патреон. А я укажу вас как спонсора. Как спонсора поддерживающего канала. Мы с вами будем еще общаться. В Патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочи, а приятно. А может даже и не мелочи, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот такой сегодняшний канал. Продолжение следует... Продолжение следует...